В 2021 году так будет выглядеть эскиз проекта, общая концепция. На территории мемориального комплекса уже возвышается здание музея. Очертаниями оно напоминает разлом в скале. Идея в том, что люди, когда проходят на эту площадку, видят сразу станцию Сюрень, отсюда же монумент, уходящая последняя семья, уходящий вагон. Также переходим потом на стелу депортированных народов. Также будет в услугах музей, всей депортации, импровизированный вагон. И дальше это все выходит в эпоху Возрождения, когда уже есть два храма. Экспозиция внутри здания будет в виде вагона. Каждый, входящий в музей, сможет почувствовать себя частью потока изгоняемых людей, покидающих родину. А большие буквы Сюрень как напоминание о первоначальном названии той самой станции, откуда начались трагические события 1944-го. Выйдя из трагической части, из вагона, мы попадаем в светлую часть нашего мемориала. Здесь два храма, мечеть, часовня и открытая зона эпохи Возрождения, светлого будущего. Центральная часть объекта – скульптурная композиция, выполненная народным художником России Салаватом Щербаковым. Высота бронзовой композиции 2,5 метра, протяженность около 10 метров. Вся трагедия крымско-татарского народа нашла свое отражение в монументе под названием «Последняя семья». Деревенская калитка, обвитая виноградными лозами. Через нее идут люди с болью, смотрящие на покидаемый ими дом. Мать с двумя детьми, старец с котомкой и много-много детей на фоне вагонов, которые вот-вот уйдут в неизвестность. Прикоснуться к истории и разглядеть каждую деталь монумента посетители смогут уже после открытия. А чтобы оно состоялось как можно скорее, на объекте работает около 40 человек. Для многих из них это не просто очередной проект, а дело чести и совести. Руслан Гемиджи трудится здесь и днем, и ночью. Говорит, что все усилия направлены на возрождение памяти. Это очень значимый объект для всех крымских тар, потому что это наша гордость, поэтому мы хотим закончить все в срок. Бьем по всем фронтам и по наружным сетям, и по наружной отделке. Работы по возведению комплекса выполнены больше, чем наполовину. По графику объект должны сдать к концу следующего года. Однако подрядчик надеется завершить все работы к 18 мая. Ленуза Борсиитова и Алим Сейдалиев. Телеканал Миллет. Бахчисарайский район.